всем привет и олег рад вас видеть на своем канале сегодня в очередной рубрике обозрим мы продолжим делать обзоры на виниловые пластинки от группы ария конкретно мы посмотрим на следующие четыре альбома в котором участвовал валерий кипелов и это альбомы кровь за кровь ночь короче дня генератор зла и химера и начнем с альбома кровь за кровь кровь это пятый студийный альбом еще тогда советской группы ария альбом вышел 3 ноября 1991 года кровь за кровь был первым альбомом группы выпущенным частым звукозаписывающим лейблом они государственной компании мелодия тираж грамм пластинки от компании синтез records составил лишь 40 тысяч экземпляров для сравнения предыдущий альбом игра с огнем разошлась в количестве 835 тысяч копий кроме того это был последний альбом группы вышедший на виниле это один из трех альбомов записанной группы в классическом составе кипелов маврин холстинин дубинин и манякин для альбома был снят видеоклип на песню все что было у меня в коллекции имеется издание 2022 года это издание было изготовлено в германии на оптимал медиа упаковка имеет стандартную форму для виниловых пластинок покрытие глянцевое качество картона отличное изображение тоже очень высокого качества прям насыщена красками однозначно поработали над исходником на обратной стороне представлена следующая информация это название альбома название группы фотография с участниками группы ария фотография конечно очень фотошоплена прям глаза бросается далее идет трек-лист потом идет информация об участниках записи этого альбома и внизу информация об издании пластинка находится в бумажном конверте на одной стороне присутствуют тексты композиций а на другой стороне также представлена фотография с участниками группы здесь конечно фотография не сильно отреставрирована очень достаточно мыльно пластинка имеет черный цвет качество просто изумительное никаких ссадин никаких царапин здесь нет вид лайбаков звук на этой пластинке просто пальцы вверх издание вышло тоже хорошим главное что есть конверт с текстами композиции и какой-никакой фотографии теперь приступим к следующему альбому ночь короче дня ночь короче дня это шестой студийный альбом группы ария выпущенный 11 сентября 1995 года спустя четыре года после выхода альбома кровь за кровь столь большой интервал связан с распадом советского союза и кризисом в стране это первый альбом с участием гитариста сергея терентьева который заменил сергея маврина во время записи этого альбома группа была близка к распаду поскольку вокалист валерий кипелов собирался покинуть группу вместе с сергеем мавриным чтобы начать новый проект алексей булгаков был нанят в качестве вокалиста на замену и записал несколько песен сарий а в конце концов мороз рекордс убедил валерия кипелова вернуться в группу и записать свою партию песня для запланированного проекта кипелова и маврина были выпущены в виде альбома смутное время 1997 году кстати я делал обзор на виниловое издание этого альбома к альбому был снят клип на песню возьми мое сердце теперь посмотрим на виниловое издание этого альбома он был выпущен также в 2022 году тем же лейблом изготовлен также в германии на optimal media упаковка имеет стандартную форму конверт для виниловых пластинок покрытие упаковки глянцевая качество картона тоже хорошее на лицевой стороне естественно представлена обложка альбома название группы и название альбома представлена в очень хорошем качестве а вот общее изображение к сожалению не самого хорошего качества по той причине что изображение немножечко нечеткое и мылит на обратной стороне представлена стандартная информация это название группы трек-лист информация об участниках записи альбома и краткая информация об издании вид торца Там пластинка находится в бумажном конверте, на котором изображены тексты композиций. Пластинка имеет черный цвет. Качество просто потрясающее. Ну, все же немецкий завод. Качество звука тоже очень хорошее. Также могу сказать и про само издание в целом. Теперь посмотрим на следующий студийный альбом под названием «Генератор зла». «Генератор зла» — это седьмой студийный альбом группы. Вышел он 2 мая 1998 года. Этот альбом Ария записывала на собственной студии. Появление этой пластинки вывело творчество коллектива на новый качественный уровень. Обложку альбома нарисовал Юрий Калтыгин. Она иллюстрирует песню «Отшельник». Для этого альбома были сняты клипы на песню «Отшельник». И «Грязь». Теперь посмотрим на виниловое издание этого альбома. Он также 2022 года выпуска, но был изготовлен уже в России на медиагрупп «Рекордсмен». Теперь упаковка имеет форму гейтфолда. Покрытие также глянцевое, качество картона хорошее. На лицевой стороне представлена обложка альбома в хорошем достойном качестве. На обратной стороне представлена стандартная информация. Это название альбома и группы. Также трек-лист, информация об участниках записи альбома. Кстати, на дискоксе указано, что на конверте неверно указаны треки, в которых Виталий Дубинин играет на клавишных. На развороте также глянцев в вертикальном положении присутствует обложка альбома. В таких бумажных конвертах находятся виниловые пластинки. На них изображены тексты композиций. Пластинки черного цвета, качество их хорошее. Звук на этих пластинках хороший. Само издание вышло тоже хорошим. То, что они этот альбом издали в гейтфолде, уже дает им большой плюс. И заключает наш сегодняшний обзор альбом «Химера». «Химера» — это восьмой студийный альбом группы, вышедший 12 апреля в 2001 году. Это последний альбом с вокалистом Валерием Кипеловым. Начиная с «Химеры», постоянным художником обложек «Ари» стал Лео Хао. На обложке альбома впервые появился изобретенный им талисман группы «Химера Жорик». По словам Валерия Кипелова, во время записи альбома в группе была нездоровая атмосфера, где каждый автор записывал и сводил свои песни отдельно. При этом в альбоме все-таки присутствуют песни, написанные в акциаторстве. За главную песню писали Холстинин и Кипелов. Для альбома было снято два видеоклипа на песню «Штиль». И «Оскол льда». Теперь давайте посмотрим на виниловое издание этого альбома. Он был выпущен также в 2022 году. Все на том же лейбле M2BA. И также была произведена в России на медиагруппе «Рекордсмен». Упаковка имеет форму «Гейтфолл». Покрытие все так же глянцевое. Качество упаковки превосходное. Качество обложки хорошее. Изображение достаточно четкое. На обратной стороне представлена стандартная информация. Трек-лист. Информация об участниках записи альбома. И краткая информация об издании. Вид торца. А на развороте также в глянцевом покрытии представлена фотография с участниками группы. Качество фотографий хорошее. Пластинки также находятся в бумажных конвертах, на которых изображены тексты композиций. Не хочется повторяться, но скажу, что качество пластинок все так же прекрасно. Сам звук на этих пластинках также, повторюсь, очень достойного качества. Издание вышло тоже на пятерочку. Вот и видео подошло к концу. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, это видео вам понравилось и показалось достаточно затянутым. А так, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пишите в комментариях ваши впечатления от переиздания альбомов от группы Арии. Мне будет очень интересно их почитать. Всем спасибо и до скорой встречи. Пока!